С нами на связи по скайпу житель Вологды Евгений Дмажиров. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Доброе утро, Леонид Артём. Скажите, Евгений, вы знаете, что правительство не заложило денег на финансирование электричек в вашем регионе? Ну да, эта новость появилась не так давно, что, по сути, там полиция и губернатор Вологодской области говорят о кризисе, которые есть в Вологодской области, бюджетный кризис, и о том, что нет денег на софинансирование вот этих, скажем так, бюджетных поездок со стороны правительства к РЖД. А РЖД, в свою очередь, заявляет о том, что оно без субсидий не будет отправлять пригородные поезда, так как они убыточны. А как вы считаете, это скажется на жителя города? На самом деле, это абсолютно большая проблема, потому что Вологодская область крайне большая, да? И, скажем, из Череповца из города уходит огромное количество электричек, они уходят как раз в отдаленные районы, куда зачастую даже невозможно добраться автотранспортом, да? То есть туда нет прямых автобусных сообщений, и, по сути, люди сейчас, очень многие дачники, как раз и переживают по этому поводу, потому что остаются без возможности добираться до своих отдаленных дач. Это многочисленные просто районы Вологодской области, чтобы вам было понятно, от Володы в одну сторону, в Великий Усть-Тут, например, там 450 километров, а Бабаева еще там 350 километров. И во все эти стороны, соответственно, есть короткие расстояния, где есть вот эти так называемые дачные поселки, отдаленные вот эти деревни, и это огромная просто проблема на самом деле. Ну, а вот ваши знакомые, многие пользуются электричками? Ну, вот сказать, у меня даже теща вот лично пользуется электричкой, она ездит, у нее поселок Ущуба, туда вообще нет никакого автобусного сообщения, то есть единственный путь, куда туда можно добиваться, к ним на дачу, это примерно 60 километров от Войлога, это электричка. То есть вот меня лично это затронет, можно сказать, даже семью, получается. Если рассматривать идентичные маршруты автобусов, что дешевле выходит? Вопрос в том, что, еще раз говорю, да, по многим направлениям нет автобусных маршрутов, то есть они идут до каких-то центральных селков, а туда, куда идет электричка, они не доходят. То есть электричка охватывает как раз те зоны, куда вообще нет автобусного сообщения. И плюс ко всему у нас идет и сокращение автобусных маршрутов-то. Евгений, спасибо вам за беседу, будем надеяться, что власти найдут компромиссное решение, и ваша теща без проблем будет добираться до дачи. До свидания. До свидания, спасибо за беседу. Вот я хочу напомнить, что поезда это не только комфортное средство передвижения, но и источник повышенной опасности.